всем привет дорогие друзья сегодня с вами продолжаем заниматься программированием на языке C продолжаем изучать данный язык и сегодня мы научимся с вами писать комментарии к тексту кода ну я думаю практически ни для кого не секрет для чего вообще нужны комментарии потому что порой не всегда инструкции команды а также директивы позволяют при чтении исходного кода быстро понять что вообще здесь происходит в данном участке кода за что отвечает тот или иной участок этого кода и что он вообще делает и тут нам на помощь их приходит комментарии они позволяют нам в любом месте исходного кода нашей программы писать какие-либо подсказки о нашем коде для того чтобы мы в будущем когда код достигнет внушительных особенно размеров могли понять вообще для чего мы отписали и что в данном месте вообще делается и не только когда внушительных размеров а когда еще будет придет время как-то нам свою программу обновлять что-то в нее дописывать а пройдет до этого времени ну скажем ухода 3 там а то и 5 и мы вообще там можем ничего не понять то есть вот для этого мы и пишем какие-то подсказки в данном коде плюс также нам комментарии помогают участок кода который мы не хотим чтобы в данный момент выполнялся но удалять совсем мы его тоже не хотим вдруг он нам потом приходится мы его хотим как-то спрятать от компиляторы вот мы его также превращаем в комментарий данный участок кода и хоть он не будет удаленный с файл с исходным кодом но выполняться он не будет вот в принципе зачем нужны комментарии может еще зачем-то нужны но в основном и этого достаточно того тех причин которых я сказал чтобы мы с ними работали теперь собственно давайте теперь разберемся как их вообще писать коде как заставить компилятор их не выполнять но если мы например хотим писать комментарии в одной строке либо конце строки то мы текст комментарии перед текстом комментарии добавляем две косые черты обычные слыш и сейчас я покажу все мы сейчас с вами любой вот файл откроем например прибавлю до максимального сколько смогу например хочу я написать вот здесь это комментарий конечно мне сразу если я все начну компилировать компилятор даст ошибку то что он не поймет что это такое поэтому вот две косые черты они сразу превращаются в окрашенный в зеленый цвет и также текст который в нашем комментарии который подлежит комментирование который подпадает под комментирование так становится окрашенный в зеленый цвет это обычное правило всякой подсветки синтаксиса вот это один из видов комментарии ну или вот здесь мы хотим написать что это точка входа в программу то есть все что после двух катсых черт у нас будет являться комментарием также теперь если мы хотим написать большой какой какой-то текст ну давайте например сейчас вот из нашего урока возьмем какой-то вот кусочек хоть вот такой сейчас вот сюда вставим немножко его сейчас по объем по строкам чтобы было видно что он многострочный нам конечно можно сделать как можно этот текст вот так вот сделать вот таким же образом пока поставить на каждую строчку вот такие вот вещи это также текст будет понятен и будет считаться комментарий но если представьте что здесь не 6 вот строка 60 а то и 100 то конечно уже так не пойдет для такого в комментарии достаточно обозначить его начало и также его окончание начало обозначается косой чертой и звездочкой конец или окончание наоборот звездочка черта и все то что у нас между этими двумя можем назвать их даже тегами нас комментируется причем notpad плюс плюс позволяет даже вот свернуть он понял что это комментарий ровно как вот и тело функции он может свернуть вот то есть это такой комментарий это второй вид также может произойти ситуация если мы хотим также большой код кода прокомментировать или закомментировать но в данном участке кода уже присутствует вот такие вот вещи то это может и не сработать тогда мы идем на хитрость конечно все не документировано и пишем такую директиву например if 0 соответственно она никогда не будет выполняться это условная директива для при процессора и в конце каждого такого условия мы ставим and if это не те условия которые у нас бывают в коде они не для кода то есть выполнять или не выполнять участок кода то есть это для именно при процессе то есть что сюда даже заглядывать не будет наш компилятор вот в эти вот участки понятно что у нас ничего здесь с вами не подсветится и мало того возможно ошибка здесь будет но нам нужно большой участок кода убрать и может помочь вот такой еще третий способ то есть он тоже имеет место давайте уходим отсюда не будем мучить наш проект первого урока даже его сохранять не будем то есть когда попадают такие же вот комментарии вот обозначенным сейчас я немножко тут прибавлю вот такими вот вещами то есть и то есть вложенность тут никак не поддерживает то тогда только if 0 и and if то есть я и на сайте это все обозначил ну теперь давайте все это еще на практике как-то отработаем в общем папочку еще одну создадим мы называем уже это смело проектом напишем myprog3 они пока у нас 0.3 будут соответствовать не каким-то там сугубо именам нашей папки проектов и будут просто соответствовать номерам уроков вот создали myprog 03 то есть открываем myprog 02 вот этот zip он у нас точно не тронутый копируем туда и все у нас практически проект превратился единственный вот этот вот build cmd вот здесь вот исправим на myprog 03 и все у нас практически уже готова заготовка для нашего урока открываем в ней mainc и с этим мы файлом и будем работать ну конечно это слишком я думаю большой размер шрифта вот такое оставим пусть а то многие жалуются что не видно откроем теперь вернее мы все уже открыли простите давайте попробуем написать какой-то комментарий например где-нибудь скажем вот тут чтобы нам его действительно не писать я их уже потому что писал мы будем копировать вот и у нас появился с вами вот такой вот комментарий то есть компилятор выполнять вот эту строку не будет здесь для него нет никаких команд то есть это для него именно комментарий также давайте побольше сделаем комментариев таких то есть он полезный что здесь и после вот этого вот идет вывод в консоль строки и давайте перед каждым типом выводимые значений тоже напишем так такой подобный комментарий но чтобы нам опять же их не писать потому что я это уже все написал возьмем вот так и вставим в наш код у нас тут два раза получилось все вот так у нас вышло давайте еще убавим слишком шрифт кучерявый чересчур вот все у нас теперь здесь объяснено то есть даже не только мы можем забыть а мы можем кому-то дать свой код на изучение на анализ и человек может не понять что здесь происходит ну я такой пойму конечно я давно занимаюсь языком для меня эти комментарии никакие даже не нужны но это у нас идет как образец а порой встречается для меня тяжелые участки кода и порой комментарии очень помогают я стараюсь когда веду уроки не таких комментариев особо не писать чтобы не тратить на это время то есть мои комментарии это вот моя вам речь и вот это вот все вот вот мои комментарии как говорится я думаю вам их достаточно вы можете их потом туда в код вставлять потом здесь вот мы еще напишем что здесь мы возвращаем ноль возвращаем целое число интеджер это у нас стало число ну давайте сохраним и попробуем собрать то есть и у нас все так же соберется как и раньше запустим командную строку то есть мы тем самым попадем наш директор я не знаю кому тут чего не видно куда виднее шутит народ все билд все эти ошибочки единственный конечно что то тут с кириллицей то есть принцип мы вот это все вообще можем если что я могу даже показать чтобы выводился не суда куда-нибудь файл какой-нибудь один txt не знаю сработает не сработает для командного файла думаю вряд ли сработает может быть и сработает вот нет сработает только лишь сами команды сюда упадут ладно нам не столь сейчас важно что тут у нас выводится какие у нас ошибки или не ошибки то есть я с этим потом разберусь это все ерунда когда мы дойдем до четвертого урока у нас там с вами будут типы данных будут переменные вот там конечно все это ругань хочется видеть нормально то есть у нас псевдографик вместо русского языка ну нам это неважно то есть у нас все собралось у нас вот во первых экзешник существует пробуем его запустить micro03 все мы видим все прекрасно ну теперь второй тип комментарии для чего он нужен я уже вам все рассказал во первых например хотим мы в нашем исходном коде вот здесь вот где-нибудь в самом начале разместить информацию об авторе даже вот у нас на начальной заставке я показал вот давайте ее и разместим возьмем вот такой вот комментарии ставим вот сюда вот и получилось что у нас автор здесь я взял как любой петров петр иванов иван не важно дата какая-то там ну даже сегодня там уже 17 а когда выйдет урок вообще будет может быть 25 то есть еще монтаж предстоит хорошо вот такой вот комментарий то есть данный участок кода тоже никак не будет интерпретироваться потом давайте таким же образом какой-нибудь участочек здесь вот не хотим мы с вами например беззнаковый короткий ну хотя слова вводить то есть берем вот так и вот до этих пор все это тоже в комментарии то есть и не будет у нас выводиться сохраняем control s я обычно жму то есть здесь опять нас билд вот потом выполняем и видим что у нас сразу идет знаковый short без знакового у нас нет теперь вот про что я с вами говорил например не хотим мы выводить вообще с вами целые числа никакие то есть вот выведем символ выведем строку выведем там плавающие всяких ексы а не хотим мы выводить с вами целые вообще то есть берем вот так вот ставим и докуда нам надо вот досюда вот до флота берем вот так вот и поэтому потому что у нас вот такой символ уже с вами тут был то есть и вот этот текст уже закомментированным у нас не считается то есть и мало того если мы сейчас и сам комментарий даже не зеленый сохраним сейчас мало того у нас с вами вылезет ошибочка вот неизвестные в общем значение перед вот этой вот чертой то есть вот наш комментарий тут показан вот у нас ошибка с вами вот поэтому мы и пробуем с вами сделать ну давайте прям вот тут вот такую вот директиву чтобы у нас хотя бы видно было где это есть то у нас зато в коде затеряется ну коричневым подсветится конечно же если ноль ну ноль не бывает поэтому у нас как раз все с вами сейчас сработает и вот окончание нашего закомментированного текста end if у нас не видно что это комментарий видно что только вот это но вот это тоже у нас никак не будет не выполняться даже компилироваться не будет то есть сохраняем опять пробуем вот у нас уже ошибок никаких нет только одни предупреждения они были и запускаем программу видим у нас строка символ float double и hex таким образом вот это все срабатывает то есть если надо нам большой участок а то у меня зачастую встречалось много вот таких вот всяких комментариев попадается и они не дают мне большой участок выделить то есть я начинаю тут исправлять их вот так вот убирать вот так писать вот бороться с этим оказывается вот такая вот существует вещь вот интересная ну только об этом надо не забывать также мы еще можем вот с помощью я наверно не сказал вот таких вот вещей с вами например начало строки закомментировать вот так вот например пишем вывод на русском напишем строки вот потом то есть мы же не можем вот таким вещами мы только окончание строки можем или полностью строку потом можем посреди строки hello например здесь что-нибудь тут all какой-нибудь то он у нас тоже войдет строку начнет тут выполняться потом дальше мы с вами например еще одну строку добавим пробел напишем там ура вот ну правда надо будет нам тогда вот еще одну такую вещь поставить вот сейчас попробуем как пока это все сработает у нас и сработает ли но все прекрасно у нас сработало вот ура все такое и никаких тут перед стрингом ничего нету то есть наш комментарий сработал он не выполнился вот и мы уже ура например не хотим с вами берем вот эту часто боимся что вдруг мы когда-то захотим берем вот эту часть комментируем ну конечно так редко делается вот этот участка не комментируем по моим строке это не сработает конечно это я слишком хватил здесь надо удалять только вот вот так все мы вот эту раз вам закомментировали а здесь убрали но вместе запятой конечно соответственно запятая тоже быть не нужно все build my pro и никакого ура у нас нет то есть вот так то есть здесь наверное комментарии у нас не получится никак но хорошо тем не менее мы с вами вот научились пользоваться различным комментарием я думаю вам это в жизни очень сильно пригодится то есть вы таким образом не забудете для чего вы делали конечно по себе знаю и не только по себе что всем нам порой лень писать комментарии мы боимся лишнего времени истратить и потом в результате получается что мы потом еще больше время тратим на восстановление в памяти того что мы тут вообще с вами творили ну уж так устроен человек такой как говорится человеческий фактор ничего мы с этим поделать не сможем но тем не менее я конечно призываю вас всегда писать комментарии я думаю это поможет вам сэкономить больше гораздо времени в огромные разы чем вы затратите на их написание и сегодня мы этому с вами научились благодаря вот третьему уроку ждите следующих уроков всем спасибо огромное за внимание еще раз огромное спасибо за встречу таких вот уроков за такой фурор я не ожидал я вообще думал мало будет смотреть у меня задача была не набрать просмотров на них а именно чтобы было потом куда мне посылать товарищей которые плавают в языке они порой там ну не в контроллерах не разбираются то и просят у меня помощи они то думают что это именно для написания кода для контроллеров а на самом деле это элементарное как говорится незнание языка си и других языков вот поэтому смотрите данные уроки пишите комментарии жмите кнопочку мне нравится если вам понравился данный урок подписывайтесь на канал и включайте уведомления чтобы не пропустить ничего смотреть уроки также по микроконтроллерам говорят что они очень интересные я не знаю но люди говорят так всем пока всего хорошего всем доброго здоровья